Друзья, приветствуем всех на YouTube-канале УНИАН, на который, напоминаю, стоит подписаться. И это программа «Аргумент». Я Тала Калатай. Сегодня у нас в гостях Мухтар Кабулович Аблязов, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте. Здравствуйте, Тала. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ко мне можно обращаться просто по имени. Так и будем делать. Напоминаю, что у Мухтара Кабуловича в следующий раз будет просто по имени. Есть также свой YouTube-канал. Ссылку на него вы найдете в описании. Тоже подписывайтесь, лайкайте это видео и оставляйте под ним свои комментарии. Мухтар, давайте знаете, с чего начнем. Лукашенко тут удивил. Вот буквально вот-вот. Прекрасивая Российской Федерации войной, ежели она попробует поглотить Беларусь. Ну, как будто бы Беларусь еще свободна от России. Понятно, что такие угрозы Минские выглядят смешно. Но, по-вашему, с чего вдруг Лукашенко так осмелел? Ну, он не осмелел. Я думаю, что мало у кого есть сомнения, не только в Украине и в мире, что Лукашенко это уже не является президентом независимого государства. Это губерния России. Она, собственно, и при, скажем, последние как минимум 15-20 лет тоже была губернией, экономической губернией. А после выборов 2020 года, когда Путин фактически спас Лукашенко, он превратился уже де-факто в губернию. Ну, и когда я говорю экономической губернией, я имею в виду там тотальная зависимость. 92% зависимость от газа, вся нефть из России, практически вся продукция, которая производит промышленная или аграрная, вся уходит в основном в России. Поэтому это была всегда, скажем, не независимой республикой. А после того, как Беларусь, по сути дела, совместно с Россией участвовала в атаке на Украину с территории Беларуси, тоже осуществляли все эти запуски ракет и все прочее, это сразу показало, что вот реальное место Лукашенко. Но вот когда вот такого рода слова звучат, это, скажем, похоже на клоунские заявления. Почему? Потому что, скажем, эту роль, имитация независимого государства, очень неплохо играл на первых порах Хасамжимар Такаев, президент Казахстана. Потому что с территории Казахстана не летали ракеты, прямо не участвовал в войне. И когда звучали такие слова, что Казахстан не признает ДНР, ЛНР, это был жуткий восторг со стороны Украины и многих других, которые считали, что Тукаев представляет независимое государство. Тогда это на самом деле мало кто понимал, но я это освещал и говорил, что это специальная имитация. Для чего? Для того, чтобы Казахстан выполнял другую роль. Если Беларусь предоставляет свою территорию, угрожает, оттягивает украинские войска, Украина вынуждена там формировать боинские соединения, чтобы потенциально отразить нападение с территории Беларуси, то есть таким образом Беларусь помогает России, то Казахстан, у него была другая роль помощь в обходе западных санкций. И поэтому для этого нужно было показывать, что Казахстан независимая страна. Вот на экономическом форуме Санкт-Петербурга такие заявления, юрты какие-то появлялись, незалежности по территории Украины. И, в общем, к сожалению, и высшее руководство Украины, и депутаты, и мэр города Киев, и все прочие были этим обмануты, не только сами украинцы, и включая американцы. Но эту роль продолжает такая игра играть, но на самом деле эта роль уже разоблачена. Это к лицу больше, когда такого рода заявления будет делать, например, президент Казахстана, что вот там мы независимы, если нападете, мы вам ответим и так далее. А в случае с Лукашенко это просто уже клоунада. Умер Жириновский, который был, скажем, рупором Путина. И он часто такие заявления делал, которые многие всерьез не воспринимали, но и, в частности, он угрожал, что вот скоро будет нападение на Украину. И по Крыму он высказывал, что Крым наш и так далее. Собственно, все это было реализовано. Это был клоун, который цитировал, по сути дела, намерения Путина. А вот он умер, и это место пытается занять Лукашенко, но неудачно. У него это уже не получится. Все мы знаем, что это, по сути, губерния России. Хорошо, Мухтар. А вот вы уже упоминали, что такое заявление, как Лукашенко, мог бы сделать президент Казахстана. А есть ли в Казахстане решимость противостоять России, если, не дай бог, конечно, но Москва объявит, грубо говоря, завтра Астана за три дня? Сможет ли Казахстан дать отпор? Этого не будет. Знаете, сейчас я делаю такие сравнения для удобства, потому что многие люди миллионно начали вникать в политические процессы только в связи с тем, что обострилась международная обстановка, в том числе и украинцы. Скажем, в полной мере, даже я весь 23-й год выступал на украинских каналах и подробно говорил о роли Казахстана в совместных действиях вместе с Путиным против Украины. К сожалению, тем не менее, продолжается вот такое заблуждение, что Казахстан якобы независимое государство, якобы на Казахстан могут напасть. И поэтому есть очень такие удачные сравнения, скажем так, животного мира. Когда ты сравниваешь политические системы с животным миром, тогда становится понятно. Например, никто не скажет, что... Все понимают и знают, что волки – хищники, и они питаются, скажем, травой не питаются, бананы не едят. Ну, редкий случай может быть. И олени едят, соответственно, траву. Вот. Если сравнивать политические системы, то авторитарные системы, они все подавляют права человека любыми способами, репрессиями различными, вплоть до массовых расстрелов. Это бандитские режимы, где власть принадлежит или одному человеку, как правило, или узкой политической группе. Вот что такое авторитарные системы. Что такое демократические системы? Демократические системы – это страны, в которых именно народ контролирует власть, есть волеизвлевление народа, есть права человека, есть политическая конкуренция и экономическая конкуренция. Это приводит к тому, что экономические и политические эти страны становятся более эффективными. Поэтому у демократических стран воловой доход на душу населения многократно больше, чем у диктаторских стран. Теперь возвращаемся к Казахстану. Казахстан является авторитарной диктаторской страной, такой же, как Россия. У них схожий воловой внутренний продукт. Они подавляют права человека. Они расстреливают людей, сажают в тюрьмы. Нет свободы, нет выборов. И эти страны – это как стая волков. Они вместе. И когда говорится, что вот эта стая нападет внутри на стаю, ну это не то, что маловероятно. Это так не работает, потому что стая обычно нападает на оледних, на оледних, на травоядных. Вот если мы говорим о демократических странах, это можно условно сказать, что это травоядные, а те дикие, скажем, агрессивные животные, волки. Так вот, все диктаторские страны, вот на данный момент, они вместе. Посмотрите, так называемый ШОС, кто-то входит. Китай, все страны Центральной Азии, Россия, Беларусь. Это бандитские режимы, где власть в руках узкой группировки или в руках одного человека, в том числе и в Китае. В Китае, как мы все знаем, каждый 10 лет мог меняться президент страны. Сейчас Сейпинь уже третий срок. То есть все принципы, так называемые, некой даже преемственности уже исчезли, даже в Китае. Вот даже посмотрите, так называемые страны БРИКС, там собралась свора, так называемые, диктаторских стран или авторитарных стран. Поэтому говорить, что Путин нападет на Казахстан, это большое заблуждение. Путин не будет нападать на Казахстан, в принципе, потому что это вассал. Казахстан вассал Путина. Путин в январе 22-го года помог расправиться с массовым мирным протестом. В январе в Казахстане вышли в 22-м году 400 тысяч человек на мирный протест. Они были расстреляны при поддержке так называемых сил ОДКБ. А по сути это Россия. Поэтому это одна банда, которая работает так называемым сообществом, евразийское сообщество, единое экономическое пространство, таможенный союз. Скажем, воздушные пространства Казахстана поддерживаются, контролируются только Россией. Вся военная техника, практически вся идет из России. Ну и посмотрите, вот год назад украинцы разочарованно вдруг обнаружили, что вот все, что я говорю, так оно и есть. Потому что 9-го мая, в День Победы, в Кремле на площади стоял Токаев вместе с Путиным и все руководители режимов Центральной Азиатской Государства и Беларусь в частности. Поэтому это большое заблуждение, пропаганда российская, когда отдельные депутаты или какие-то журналисты начинают пальчиком грозить в сторону Казахстана, как бы демонстрируя, смотрите, мы вас тоже можем доказать. Это означает просто игра, имитация, для того, чтобы показать, что у России с Казахстаном тоже есть проблемы. Это не является вассальным государством, губернией, как Беларусь. И тогда Токаев изображает, что он балансирует, что он сидит на двух стульях, что вот тут страшная Россия, которая напала на Украину, ведь и на Казахстан может напасть с одной стороны, а с другой стороны, вот Китай такой большой, граница в притык с Казахстаном. И поэтому вот Токаев вынужден балансировать. Извините, уважаемые украинцы, нате вам юрты, я вас уважаю, грейтесь, когда у вас пропало тепло, но имейте в виду, еще мы вам пару фур разных гуманитарных грузов прислали. Я вас поддерживаю. Но вы видите, какой страшный дядя Вова. Поэтому вы должны понимать, что я должен маневрировать. И вот Казахстан начинает маневрировать. С одной стороны, говорит, демонстрирует независимость, говорит, что мы не поддержим ДНР, ЛНР. А с другой стороны, все это делается для того, чтобы гигантские объемы грузов из Китая в черную, не регистрируясь, шли в сторону России для поддержки экономики России, во-первых. Во-вторых, через Казахстан импортируется, отражается, отражалось длительное время и в 22-23 году импорт различных товаров военного назначения, различные чипы и все прочее. Радары, оптические прицелы, там гигантский список, который мы отражали в шести отчетах в 23-м году. Все это было публично объявлено, показано и подкреплено государственной статистикой. То есть вот для чего все это делается. То есть пальчиком грозят, мы на вас нападем, украинцы радуются, говорят, вот видите, Путин плохой, Россия такая бандитская, она на вас может напасть? Украинские СМИ сразу показывают, что действительно угроза существует, сочувствуют, говорят, вы держитесь и давайте, не помогайте Путину. А известные журналисты, как Портников, начинают рассуждать, говорить, ему понимаете, такая вот сложная, он должен балансировать между Китаем и страшным Путиным. Поэтому мы должны понять, входить в положение и, что называется, как смог, так смог, ну хотя бы юрты поставил. Вот для чего и делается. А в это время идет массированная, массированная, мощнейшая поддержка. Казахстан, второе государство по своим возможностям после России в евразийском сообществе, даже на постсоветском пространстве, по своим доходам, по золотовалютным резервам, там свыше 100 миллиардов долларов, свободных резервов денежных. И идет массированная поддержка России. И все время сопровождается. Кто-то пальчиком погрозил, депутат какой-нибудь, типа испугались, и буквально через несколько дней начинается массированная помощь. Потом опять какие-то действия, кто-то что-то угрожает. Раз, аэропорт отдали. Опять какие-то угрожающие действия со стороны журналистов, депутатов России, какие-то заявления в сторону Казахстана. Пауза через несколько дней. Раз, опять помощь. Вот таким образом Казахстан имитирует, играет роль совершенно другую. Задняя дверь для России по обходу санкций. Весь 2023 год мы публиковали гигантское количество отчетов. Притом, это же даже доказательства не нужны. Это официальные государственные статистические данные. Казахстан заявляет, мы сейчас электронную систему контроля, мы раз видео разворачиваем, показываем, берем интервью у водителей. Говорят, нет никакой системы. Там по 10-15 километров очередей траки, они стоят в очередь, не успевают проскочить. Гигантские потоки. И весь 2023 год я это по украинским каналам показывал. И все эти отчеты шли и в офис Зеленского, и различные международные организации. И в прошлом году было огромное количество публикаций о том, что Казахстан массирно помогает Путину по обходу санкции. То есть это факт, что называется даже не из пальца не высосан. Это уже является фактом международным. Кроме того, как мы опубликовали, это опубликовали все ведущие мировые издания. Поэтому никакого нападения не будет на Казахстан. Потому что они вместе. Да, хорошо. Тогда, раз они вместе, коснемся БРИКСа. Достаточно громкая тема сейчас. Казахстан пригласили в эту организацию, однако Казахстан отказался, на что Россия ввела торговые ограничения на цветы, на зерно, на разную продовольственную продукцию. Как тогда это расценивать? Казахстан, знаете как, это опять то, что вы говорите, это опять очередная российская пропаганда, которая, к сожалению, украинская снова подхватывает. То есть это для того, чтобы опять портников начал рассказывать про то, что опять и портников, и ваш канал, а ваш канал тоже это рассказывал. Там Ждана вышел, сказал, что там два топора в спину Путина бросили. До этого весь прошлый 23-й год, изгалялись и 22-й год, Арестович вместе с Фегином говорил, что кинжал. А Арестович говорил, нет, нет, не кинжал, етаган, он еще повернул, повернул. Вот, теперь до топоров добрались. На самом деле, после того, как вышел репортаж с военным аналитиком Ждановым, такими рассуждениями, конечно, они просто вызывают недоумение, через два дня, в среду, то есть на этой неделе, 23-го октября, Такаев полетел куда? В Казань, на Брикс. Полетел, ел татарский чак-чак, его торжественно встречали, и там был объявлен список стран, партнеров так называемых, куда вошел партнер Брикс, куда вошел и Казахстан, это и Турция, это и Казахстан, и все вот такие вот страны, которые вроде как бы глобальный юг, вроде как бы собираются инвестировать в Украину, некие арабские тоже страны, якобы не приехал президент Бразилии, а вот не приехал сам принц Саудовской Аравии, извините, приехал министр иностранных дел в Бразилии, и в Бразилии министр представляет внешнеполитический курс страны, как и, собственно, и Саудовской Аравии, поэтому все эти вот такого рода обсуждения, это попытка, ну, скажем так, самих себя обмануть. Я весь 23-й год в Украинских каналах выступаю, говорю, нужно очень четко знать возможности врага, не преуменьшать, смотреть, находить слабые места и бить по ним. А что мы слышим весь 23-й год и, к сожалению, 24-й, это меня поражает. В 23-м году в августе, 11 августа я давал интервью вот на этом же канале, Юнин, и первая фраза была у ведущих следующая. Вот скажите, пожалуйста, Путин вот сейчас как бы ищет примирение, умаляет о мире. На что я сказал, вы о чем говорите? Военный бюджет растет, экономика растет, санкции обходятся, Путин съел 20% территории. Какой мир? О чем вы говорите? Ну, это был август. В сентябре стал известен военный бюджет России на 24-й год. В 23-м году это был разговор. Открытая часть бюджета было показано, что он вырос, стал 120 миллиардов долларов вместо 100 где-то. то есть вырос на 20%. Ну, это же очевидно. Если военный бюджет растет, это значит, страна намеревается дальше продолжать войну. Более того, усиленно продолжать. И закрытая часть еще была бюджета. Только 3% раскрыли, и военный бюджет трал вместо 120, почти 150 миллиардов. По оценке нашей и разных экспертов. И в это время все время говорилось весь 23-й год, что оказывается Россия просит пощады и хочет мира, что Путин ищет способ договориться с Украиной. Нет, это не произошло. С сентября месяца шли интенсивные атаки со стороны России, как мы знаем. А теперь что мы видим в бюджет этого года, на 25-й год? На 25-й год уже всеми международными изданиями опубликован бюджет 142 миллиарда долларов вместо 120-ти. Это открытая часть бюджета. То есть в реальности военный бюджет еще больше. Все очень просто, как охотник в тундре. Там веточка сломалась, здесь черточка появилась, здесь следы. Можно прочитать. Читаешь, Путин никакого мира не хочет. Он увеличил свой военный бюджет. Экономика России по итогам 20 плохого, которые говорили, что все обвалилось, рубль упал и так далее, известно, что выросло до 3,6%. Мировая экономика меньше 3% была. По 2024 году уже Международный валютный фонд дал прогноз, что будет рост экономики 3,6%. Сами россияне говорят, что не менее 4%, а то и более. При том всем, что мировая экономика будет по прогнозам расти не более 3%. Вот она реальность. Поэтому если мы вернемся к Казахстану, вот все эти топоры в спину, что там какие-то фитосанитарные службы что-то не пропустили, это по сути дела обман самих себя. Реальность такова, как вот я, например, с волками и с оленями приводил, что это диктаторские страны, они вместе объединяются, заявляют о неком трехполярном или многополярном мире, и типа мы отойдем от вашей валюты, доллара и все прочее, мы тут сами будем выстраивать свой порядок, и вы с нами должны считаться. Понимаете? И вот они все вместе собрались в Казани, есть видео, фото, и смотрите, а все эти глупости по поводу фитосанитарных служб, это из серии топоров, ножей, ятаганов, которые просто вызывают только смех. Хорошо, но почему тогда Казахстан не принял участие в БРИКСе? Казахстан принял, президент страны там выступил, ел учат. Они не вступили, получается, в это? Это та же самая роль, та же самая роль Казахстан не вступил, БРИКС, а зачем его в какой-то БРИКС вступать, если он так же под блоком лежит у России? Вся самая торговля с Россией. Мы не вступили в БРИКС, но мы как бы все равно в этой шайке лейкой участвуем. Мы не признаем ДНР и ЛНР, но воюем против Украины, помогаем. Вот как Иран. По Ирану уже нет никаких сомнений, что Иран на стороне России, потому что шахеты сейчас сыпятся на голову украинцев. Но что Украина? Что Иран заявляет? Иран говорит, мы как члены ООН за суверенитет, мы признаем границы, а в это время поставляют шахеты и баллистические ракеты. Но почему-то украинцы не говорят, что иранцы молодцы, нож в спину или ракету в спину Путину. Не говорят же так, да? А почему по Казахстану говорят? А почему Путин, в смысле, когда вот такие факты открытые, они известные, открытые, почему по Ирану Зеленский не заявляет, не поздравляет с победой на выборах президента, допустим, или поздравляет с Новым годом Айаталу Хамени. Вот почему он его не поздравляет? А почему он вдруг побеждая, поздравляет Тукаева на выборах 22-го года, в период интенсивной войны, в 22-м году в январе этот президент Тукаев расстрелял сотни людей в Казахстане, это диктаторский режим, этот человек Тукаев в ноябре 22-го года провел фальшивые выборы, уничтожил всех конкурентов и здравствуйте, единственный человек, президент, который стремится вступить в европейское сообщество, Зеленский поздравляет его с победой на выборах. Ладно, хорошо, ошибся. 23-й год все мировые издания опубликовали о том, что Казахстан помогает Путину, он в Кремле стоял ручкой махал, украинцы его проклинали. Что сделал Зеленский? Поздравил его с Новым Годом, наступающим 24-м годом. Это что, уже Украина не может идентифицировать своих правов, что ли? Для чего мы тут слышим такие слова, вот фитнес-санитарные службы, оказывается, вот не пропускают казахские товары, а теперь казахи, они будут против Путина? Зачем эту ложь распространять? Давно уже понятно, где они. Это вот те самые волки, банда фармирования в одной группе. Ну хорошо, но ведь простые казахи, казахстанцы, поправьте меня как правильно, ведь большинство из них, они на самом деле против войны, они там за Украину, ну грубо говоря, да, если выражаться такими. Против войны любой нормальный человек, который хочет жить, любой человек, в том числе и русские, все против войны. Ну давайте так, давайте не будем брать русских, которые против, может, войны, но приходят и убивают украинцев. Вот, давайте мы сейчас реально смотреть. Казахстан находится в полностью информационном пространстве России. Мы вчера были единым государством. Ладно, Украина не входит в евразийское сообщество, уже курс был понятен, Украина решила двигаться в сторону Европы. По действиям мы видим, что Украина уже не там, уже не в старом совке, она определила курс выбрала. Теперь давайте вернемся к Казахстану. Казахстан вместе с Путиным. Если вместе с Путиным, то страна с Путиным. А если люди, народ против, что они должны сделать? Выйти на улицы и сказать, нет, мы не с вами, мы как украинцы, мы их поддерживаем. Должны быть массовые митинги, массовые протесты. Как было в Америке? В Америке, когда люди были против войны во Вьетнаме, вы знаете, антивоенные митинги были массовые. Но в Казахстане ни одного митинга не было. Более того, когда попытки были митингов отдельные, власть репрессировала, запрещала. то есть мы говорим, Казахстан как страна, а эта страна политического руководства, если они находятся у власти, значит, люди готовы их терпеть. Потому что, если они готовы терпеть, как Янукович, соберутся и выкинут его в Москву. Правильно? Этого не происходит. Поэтому, когда это опять же из слабых попыток натянуть, что называется, луноглобус, что казахский народ якобы против. Я сейчас по этому поводу поясню. Да, он в основном, наверное, против. Но это никто за меры не делал, объективные, не спрашивал, не проводил реальные опросы. А в условиях тоталитарного режима такие опросы известны. Все будут бояться говорить правду. А я вам скажу следующее. У нас живет этнических русских в Казахстане где-то около 20%. Чисто казахского этнического около 70%. Ну, 70%. Ну, еще 10% в разных этнических групп. Считается, это опять же никто не знает. Это так предположение, что вот этот 20% основная часть поддерживает Путина. Ну, я у нас в наших рядах в политической группе много русских, они не поддерживают Путина. Но, тем не менее, считается, что большинство, какое большинство, неизвестно. А возьмем казахскую часть. Ну, можно сказать, что минимум 30% они поддерживают Путина. Потому что они по мышлению совки, они не выгоняют Токаева, не говорят, почему ты расстрелял народ. Они совки, они живут в информационном пространстве России. И сейчас открыто можно услышать, как они поддерживают Путина. Говорят, что Россия воюет не с Украиной, а воюет с НАТО. И они жертвы той самой пропаганды. Почему они жертвы? Потому что пропаганда может только для тех людей, которые можно впихнуть в голову что угодно. Те люди, которые нормально соображают, пропаганда не помогает. Понимаете? Так вот, я могу вам так сказать. Это считать, что 20% русского населения из них 70-80% за Путина. А казахская часть населения, ну, пусть даже 30% будет за Путина. Минимум 40% жителей Казахстана, они поддерживают, поддерживают Путина и, соответственно, режим. Минимум. Поэтому здесь тоже не надо заблуждаться. Понимаете? Вот реальность такова. Именно поэтому Казахстан поддерживает Путина, именно поэтому Казахстан находится в евразийском пространстве. Как государство, как страна, которая вот политическая верхушка, они же контролируют государство. Все ресурсы, большая ее часть, поддерживает Путина денежными ресурсами, совместными военными учениями, пропуская через свою границу так называемые зеленые коридоры, скрытые грузы, протаскивают в сторону России и поддерживают ее экономическую состоятельность. А что такое экономическая состоятельность? Мы же видим, что война не пришла в Россию. Что значит, когда пришла в Россию? Там должны быть трагедии, жертвы, люди должны говорить, что мы против войны, они должны голодать, как в царской России было. Правильно? А военные должны развернуть штыки, как это было в 17-18 году против царского самодержавия. Говорили, нет войны, сами военные. Этого нет. Этого нет. И Казахстан активно помогает и поддерживает благосостояние России. И в России экономика растет. И все эти слова весь прошлый год украинские и каналы радовались, говорили, что вот сейчас рубль упадет, все хана будет. А я выступал и говорил, ребята, вы ошибаетесь. Потому что, когда будет девальвация рубля, это наполнение бюджета России, и они этими деньгами финансируют войну. Вы, наоборот, грустите, что это происходит. А российское общество, если они на 10% будут жить хуже, это не значит, что они выйдут на улицу. Они подтянут ремень и будут дальше продолжать жить. Вот реальность такова. Весь прошлый год все аналитики и украинские, и российские, все, кто работает против, имеет против позиции Путина, они говорили, что вот все, конец Путину. Я, к сожалению, наверное, и Ларенов тоже, мы были, наверное, практически единственные, которые говорили, нет, смотрите на экономику, надо перестраиваться, надо бить по слабым местам. К сожалению, вот 24-й год происходит то же самое. Все время не в попад торжество. Абсолютно. Другая ситуация. Окей. Хорошо, раз уж мы зашли в эту сторону, как вы относитесь к версиям о том, что Россия будет разваливаться изнутри? Уже не про санкции, уже не про экономику, а про вот эту войну элит, начиная с Кадырова, то, что происходит сейчас с Вайлдберрис, что это первые такие звоночки. Смотрите, в диктаторском режиме те так называемые элиты, это не элиты, это приближенные некие бояре, которые кормятся с рук их предварителя, царя, кого угодно, да? И он им позволяет между собой ругаться ровно столько, сколько он считает нужным. Это вот такое большое корыто его, Путина, царя. И там они где-то эти между собой дерутся, и вот ровно столько, сколько он позволяет, чтобы над ними стоять, чтобы они к нему обращались, как верховному судье, между, если между ними какие-то, скажем, недопонимания, конфликты. Вот когда вы говорите, какие-то внутренние процессы приведут к плачевным результатам для Путина, они, исторические примеры есть, когда происходят. Только тогда, когда именно сам народ массово будет недоволен этим режимом. А когда это возможно? Только тогда, когда война придет к ним. Когда экономика будет разрушаться, и любая война это добыча, это известно. То есть Россия идет за добычей в Украину. Значит, если у нее добыча есть, а они живут хорошо сейчас, у них рост экономики, это общепризнанно, международными институтами признанно, не только самой России, международными институтами, значит, у них все спокойно. А люди в очередях стоят, куда? Им платят деньги, они по контракту каждый месяц по 30 тысяч человек едут воевать в Украину. Понимаете? Вот такая ситуация. Будет та самая ситуация, о которой вы говорите, только тогда, когда экономика будет разрушаться, как в Украине десятки миллионов беженцев внутри России начнут двигаться, когда начнется хаос, когда у них не будет горячей воды, электроэнергии, тогда, да, будет то, о чем вы говорите. А так называемые элиты, отдельные там, когда вот драчка идет за какой-то там бизнес-проект, они между собой подерутся, потом договорятся, Путин скажет молчать, они будут тихо сидеть. Ничего не поменяется. Понимаете? Вот нужно добиться, чтобы вот это произошло. Тогда мы можем не мечтать, а быть реалистами, говорить, что да, вот в России это же произошло в 2017 году. Понимаете? Вот нужно, вот чего нужно добиваться. Вернемся к Бриксу. Си Цзиньпин сказал, что пора бы уже, я сейчас дословно не скажу, но вот в том смысле, что уладить, добиться деэскалации военного конфликта в Украине. И тут вдруг Путин после этого сказал, что как-то надо договориться о мире на земле, да, или как он там, любые варианты мирных договоренностей с Украиной, которые учитывают реалии на земле. Да, что Россия готова рассмотреть эти любые варианты. Об этом он заявил на пресс-конференции во время саммита Брикс в четверг, 24 октября. Об этом пишет российское агентство РБК. Как бы вы прокомментировали эту коллаборацию, да, Си Цзиньпин сказал, пора бы урегулировать, да, пора бы урегулировать реалии. Я могу сказать, что руководитель диктаторских стран если говорить коротко и понятно, они все вруны. Абсолютно. Ну, если говорить про Путина, я думаю, тут каждый прохожий скажет, что он врун, потому что уж я не говорю, что договора различные подписаны с Украиной, делимитации границы, гарантии безопасности и все прочее. Поэтому его слово ничего не стоит. Также и не стоит слово любого диктатора, в том числе и Сипиня или Токаева, который тоже говорит, мы за мир, но сам при этом активно помогает Путину. Это режимы, они свою власть строят на лжи. Всегда. Вот Гитлер, когда нападал на Польшу, типа Польша напала. Переоделись они в польскую одежду, сымитировали провокацию и потом Гитлер напал. Вот, собственно, поэтому слово Сипиня или там Ким Чен Ина или Токаева вообще ничего не стоит. Теперь вернемся к тому, что сказал Путин. Он откровенно сказал, мы все, кто изучает политические процессы, понимаем, что он сказал. Он говорит, украинцы спуститесь на землю, мира на тех условиях, что мы уйдем границам 91-го года, не будет. Более того, не будет даже на уровне стамбульских предполагаемых соглашений, а будет вот то, что я озвучил, а именно, уже в Конституции России уже приписаны Запорожская область, Херсонская область, весь Восток. И он еще сказал, что еще часть территории должно отъехать. Вы же знаете, известные его заявления буквально пару месяцев назад. А Лавров вообще сказал, там же в Казани, он сказал, а какой мир может быть, какие мирные переговоры, если взяли украинцы, напали, захватили там часть территории Курской области. Они тут говорят о мире, а сами нас нападают. Нет, ничего не будет. Вот что мы слышим. Поэтому все эти слова о мирных переговорах, так Путин сказал, что через турецкого представителя получил предложение о мирных переговорах, и он вроде сказал, да, мы готовы рассмотреть, и на следующий день Зеленский публично сказал, что не будет никаких переговоров, мы против. Вот она реальность. То есть нет сейчас никакой площади для ведения переговоров, более того, Путин четко говорит, Запорожская и Херсонская область, Восток, они, с учетом современных реалий, они даже не будут рассматриваться в формате, что они принадлежат Украине. Мы же все это легко читаем, правильно? И потом он, когда говорит все эти слова, параллельно сопровождает МИД различным заявлением, говорят следующее, базу возвращаемся к Стамбульским соглашениям. Территории уже, очевидно, нет. А что там было с Стамбульским соглашением? Что должен быть ограниченный военный контингент у Украины, количество стволов, там все прочее регулируется. Украина не может заходить в НАТО, должна иметь нейтральный статус. Что это значит? Когда соседняя страна диктует Украине, ты должна стоять влево, вправо, на задних лапах и тому подобное, то тогда Украина это не государство, нет никакого суверенитета. Когда любое государство сбоку может приказывать, говорит, сколько ты имеешь права иметь военный контингент, с кем дружить, какой у тебя курс экономический, политический, все. Это нет государства, нет государственности. И вопрос только времени. А Украина уже много раз это проходило, когда заглатывали, Украина отделялась, боролась за свою независимость, самостийность и так далее. После этого как будет подписано любые соглашения, типа Стамбульского, типа вот того, что сейчас говорится по существующей территории, где вот зрение разделения, очевидно, что никакой государственной Украины не будет. Даже если теоретически это вдруг будет подписано, я бы это не верил, через какое-то короткое время Украина будет окончательно проволочена, потому что авторитарный режим Путина будет на практике получать подтверждение, что они сильные, они загнули Запад, целые НАТО, целую Америку, Европу. А что их бояться? Они же их боятся. Он только вытащит свою мифическую ядерную дубинку, они сразу пугаются и все. А тогда, если не бояться, я каждый раз буду махать и буду заедать и дальше проглатывать Украину. Ну и следом, конечно же, Молдавию в полном объеме. Вот все мы видим. Это реальный курс, который Путин заявляет. Хорошо. Давайте тогда дальше по Бриксу пройдемся. По поводу Эрдогана, буквально перед нашим с вами разговором появилась такая вот новость. Эрдоган после встречи с Путиным на саммите Брикс заявил, что турецкая сторона увидела, что российский диктатор стремится к постоянному прекращению огня. Эту же информацию подтвердил глава МИД Лавров в ходе встречи с турецким коллегом Фиданом Стамбуле. Что по этому поводу? Да. Как это понимать? Крайцы очень давно по Эрдогану они, скажем так, наверное, разобрались, потому что очень удачная фраза была такая по Эрдогану «эрдоганить». То есть он и там, и сям, и везде, и везде получает какую-то выгоду. Здесь соврал, там прогнулся и так далее. Поэтому слово Эрдогана ничего не стоит, и он один из главных игроков, который помогает России по обходу санкций, это общеизвестно, куча фактов, кучу пальчиков грозили им из США. Каждый раз они говорили, да, мы тут расчеты уменьшим и так далее, и каждый раз это не получается. Собственно, и по Китаю. По Китаю тоже то расчеты у них оказывается уже ухудшились, как пишут российские СМИ специально, а потом украинские подхватывают. Только есть простые цифры. Берешь, смотришь баланс торговли, например, Китая и России, а он с года в года растет. Был, например, в 21-м году 146 миллиардов, в 22-м военный период уже 190 миллиардов, в 23-м уже 240 миллиардов, а в этом году будет еще больше. И вот эти все постоянные контакты, встречи, поездки Сипиния в Россию, Путина в Китай, только отражает вот реалии, а объем торговли только растет. Поэтому реальность такова, что слово Эрдогана тоже такого же из числа авторитарных стран ничего не стоит. Они все нарушают санкции, Китай в первую очередь, Турция тоже, поэтому их слова вообще ничего не стоят. Пороже, давно уже понять, все эти страны, они не являются союзниками Украины, все их слова ничего не стоят. Сразу когда ты понимаешь, вот волк бежит, правильно? Ты же знаешь, что траку не кушает. Поэтому когда он делает такие обманные движения, ты сразу понимаешь, это обман. Все очень просто, понимаете, я думаю, уже давно пора Украине разобраться, не пытаться самим себе какие-то соломинки вытягивать, а вот видите, вот сейчас что-то чудо произойдет, Эдоган, Эрдоган, вот он наш, скорее всего, а вот и Такаев наш, и... Да вы знаете, Украина бы разобралась бы в том смысле, что если бы разрешили бить по военным объектам на территории Российской Федерации, тогда что бы сказал Эрдоган, что бы там сказал Такаев, уже было не суть важна, потому что война бы перешла бы на сторону то, о чем вы говорили, в Российскую Федерацию, она бы пришла полностью, не только в Курской войне. Ну, она уже там есть, и дроны летают, то, что в руках и возможности Украины, они демонстрируют же, летают и бьют и склады, и военные различные объекты. Но этого же не достаточно. Ага, этого недостаточно, но, значит, надо что сделать, чтобы было достаточно? Правильно? Я вам простую цифру дам. Самый дорогой дрон со взрывчаткой 100 килограмм, который имеет разрушительные возможности, стоит максимум 100 тысяч долларов. Вот 10 тысяч таких дронов это миллиард долларов, всего лишь миллиард, потому что мы знаем общий бюджет минимум 50 миллиардов долларов на войну. Вот минимум миллиард долларов это 10 тысяч таких дронов. Из них если даже долетит 20 процентов, а украинские специалисты говорят, что долетает больше 2000, это фактически можно разрушить минимум 7-8 приграничных регионов с Украиной просто вдребезги разнести всю их экономику. Это электростанции, это промышленность, это всю инфраструктуру, и фактически там будет 20 миллионов человек находиться вне жизнеспособной зоне. Это может сделать сама Украина. Это миллиард долларов. А мы говорим о каких-то ракетах и все прочее. Знаете, я как Казахстане говорю, когда мне говорят, а почему вот Америка нам не помогает снести этого диктатора, который расстрелял наш народ? Почему вот международные суды не арестуют их деньги? Я им говорю, вы хотите Бэтмена? Это чья страна? Наша? Если это наша страна, вот у вас ваши квартиры, вы же не моих детей, ты делаешь то, что сам можешь. Вот если мы вернемся к стране, украина есть немало возможностей в рамках тех поставок военной помощи, технологической помощи, чтобы нанести такой удар. Цена вопроса, я с запасом сказал, реально это несколько раз меньше, 1 миллиард долларов. Здесь просто нужна концентрация и применить то оружие, которое есть в руках. Но что мы слышим? Мы слышим, а давайте вы не будете бить по нашей инфраструктуре и по энергетике. Так там уже 80% по заявлению самих украинских властей различные ТЭЦ разрушены. 80%. То есть как это Украина предлагает кому? Путину, который в принципе никогда не выполнял никакие договора, который разрушил уже энергосистему и все прочее, а давайте договоримся. На войне как на войне. Понимаете? И здесь, когда вы говорите вот Запад нам не дает, это тот самый разговор наших людей, которые хотят, чтобы Запад все решил. Давайте так, подождите, Украина в 13-м году, украинцы вышли и доказали Януковича прогнали. Давайте будем откровенными. Совсем другая ситуация. И давайте вспомним, что все-таки Соединенные Штаты Америки и Британия и Россия были гарантами, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, и США, и западные партнеры являются нашими партнерами. Потому что сейчас Украина борется за демократические ценности в целом, а не только за свой суверенитет. Поэтому, вы меня уж простите, но мне кажется, это немножко разные вещи. Украинцы встали и показали, и вышли, и наводят лад в своей квартире, но просто к ним пришел сосед, который дебоширит, насилует, убивает и забирает. Сосед пришел позже, пришел в 22-м году. Сосед пришел в 14-м году. Ну, в 14-м году, скажем, пришел не так, как в 22-м, да? Ну, потому что позволили опять-таки западные партнеры, не обратив внимания на то, они поправили все нормы международного права, но давайте западные партнеры, безусловно, виноваты, но в первую очередь виновата сама Украина. Поясню, почему. Это суверенное государство, если суверенное государство, оно должно наводить себя в порядок внутри и иметь вооруженные силы, достаточно для того, чтобы быть суверенным государством. Когда в 1994-м году было подпишено Будапештское соглашение, там были общие фразы, если Украина хотела реально добиться, чтобы ее защищали, там должен быть реальный договор, в котором четко обозначены, ну, Россию можно выбросить, ей можно хоть что договор подписывать, не верить. Во всяком случае, Великобритания и Америка, которые бы участники были этого соглашения, ясно, что должны были быть четкие договора, какого типа вооружения, какого вида будет помощь, а там общие гарантии безопасности. Так, в общих гарантиях безопасности Запад и помогает. Оружие поставляет, практически 80% бюджета Украины обеспечивает, оказывает давление, проводит различные санкции. Я поэтому говорю, что Запад является нашим партнером, а не потому, что мы там ну типа как бы мы сейчас работаем в связке. Партнером, да, безусловно, конечно. И поэтому, если говорить, что из-за Запада все плохо, я не говорила, что из-за Запада все плохо, я сказала, если бы. Я не говорила, что из-за Запада все плохо, то есть это немножко . Что, в смысле, вы имеете ввиду? Я говорила про то, что если бы разрешили бить западным оружием, я не сказала, что из-за запада все. Украина своего достаточно эффективно уже продемонстрирована оружие, чтобы просто туда усилий чуть больше направить и нанести те самые удары без каких-либо ракет, на которые не дают разрешение запад. Уже украинский дрон летает на полторы тысячи километров легко. И вот в радиусе полторы тысячи километров, если Украина 10 тысяч бросит этих дронов, сделает их. Они же недорогие, максимум 100 тысяч долларов, и по 50 тоже есть. Там от экономики России ничего не останется. Понимаете? А тут идут какие-то предложения. О, давайте вы не бейте по энергоинфраструктуре. Как можно договариваться с врагом, который каждый пять минут нарушает? Надо просто бить, надо вести себя как на войне. Наносить такие удары, чтобы те поняли, что добычи не будет. А сейчас он сидит, такое, знаете, рассуждает на различных форумах, грозит пальчиком, говорит, мы еще не начинали. Понимаете? И, конечно, он выглядит очень выгодно. На Востоке наступает, экономика растет, все у него хорошо. И тут все время идут предложения, не со стороны России же идут, а публичные предложения все время звучат со стороны Украины и Запада. О неких переговорах. Я бы не сказала, со стороны России-то уже время... Нет, ни одного слова со стороны Путина не было, ни одного слова со стороны министра иностранных дел не было, а зато мы их множество видим в западных СМИ, все эти разговоры, встречи, о том, что нужны переговоры. Забиты все предложения именно со стороны Запада и Украины, включая, что мы готовы, откроем, сделаем саммит мира, пригласим Россию и тому подобное. Россия это вот как гитлеровский режим. Россия сама говорила, что на саммит мира 1 июня позвали, вот и сказали, вот, пожалуйста, есть шанс. Ну да, Украина сказала, что и не позовем. Вот, видите, режим... Хорошо. Я сейчас хочу резюмировать вот эту часть, да, свою. Окей. Путинский режим пока не постигнет участь Гитлера, никакие мирные переговоры не будут, только разгром, только разгром. Я абсолютно с вами согласен об этом. Мухтар, скажите, хорошо, если брать Казахстан, вот, в частности, на своем канале, вы обращаетесь, да, к народу о том, что давайте бороться против такая у вас существующей власти, по вашим оценкам, если брать Казахстан, диктаторский режим, который сейчас есть в Казахстане, на украинском языке это будет трущина сыла. Какой толчок нужен для казахского народа, чтобы все-таки, да, мы помним этот опыт, который придушили, да, с помощью России, когда была попытка свергнуть эту власть. Что нужно, в частности, для Казахстана, чтобы тоже стать демократической страной и скинуть оковы России, в том числе, с себя? Для Казахстана сейчас, вот, если говорить, оценить политическую ситуацию, то вот я, опять же, у меня нет замеров, вот, специально, чтобы сделать опросы, да, но есть постоянные контакты, работа с регионами, с людьми, тельные события, которые происходят, комментарии в адрес этой власти, уровень жизни и все прочее. Если вот так многопланово ситуацию оценивать, то я могу сказать, что основная часть населения относится супернегативно к действующей власти. Супернегативно. У нас ненавидят Назарбаева, основная часть. И были надежды, что якобы пришел новый президент и будет новый Казахстан, как он сказал, будет новый Казахстан. Но Казахстана уже за пять с половиной лет его президенту нет. Его считают, что он обманул надежды. К нему отношения еще более негативны, чем к Назарбаеву. Негативное отношение к Назарбаеву вылилось в массовые протесты в 22-м году, которые завершились расстрелами. Они даже в масштабах большой России, 400 тысяч, чтобы вышло, это очень много. Это очень много по всей стране. Было очень много жертв. Теперь был определенный период репрессии и страха, 22-й и 23-й годы, и сейчас идет так называемое восстановление этого протеста. Это я вижу по своим просмотрам. По несколько сот тысяч любой выход, там 400 и выше тысяч просмотров. Для Казахстана это много. В 2019 году, когда Назарбаев объявил, что он якобы передает власть Тукаеву, тогда у меня были миллионные просмотры. Это был, знаете, всеобщий подъем. Все ждали, что вот все, режим и конец. Вот затем спад, это отразилось безусловно на просмотрах. Сейчас все поменялось. Мы предложили нашим гражданам план мирного свержения режима. Вот в ближайшее время, кстати говоря, выйдет фильм. В качестве примера будет показана оранжевая революция. У нас же люди боятся, что если мы выйдем на протест, то нас опять расстреляют. И мы эти страхи хотим развеять. Показать, когда режим не стреляет. Когда, как в Украине, в Киеве, например, вышло 2 миллиона, в Киеве вышло 4 миллиона на протесты. И по всей стране выходили люди. В Тбилиси, в 2003 году революция Алых Рос, в Армении и так далее. Ну и, в конце концов, бархатная революция 1989-го Чехословакии. Мы просто объясняем, что мирная революция возможна. Для этого нужно в том числе не только масса выступления людей миллионными, но чтобы еще силовики перешли на сторону народа. Часть, чтобы они были своего рода той самой армией, которая в случае чего применит силу в противоположную сторону. Вышел фильм. Вот этот фильм я выпустил. И мы говорим, что все эти процессы против власти, они должны быть организованными, чтобы не было жертв. Это значит специальные ячейки, специальные профессиональные революционеры, специальное финансирование. Я вот сейчас осуществляю сбор средств для реализации этой программы. И по нашему мнению, что с учетом международной обстановки, то, что идет война России против Украины, будут обострения процессов сейчас в Грузии, будут какие-то процессы, видимо, и войне Израиля с Ираном. То есть в любом случае я считаю, что демократические страны, они будут вынуждены сделать выбор, как это было с Гитлером, когда они ему позволяли съесть Европу. И как-то, когда шло дело до Польши, когда съели Польшу, с этого момента Франция и Англия объявили войну Германии. То есть когда их приперли к стенке. Вот в данном случае международная обстановка каким образом повлияет? Да, сейчас Запад боится Путина. Давайте откровенно называть вещи своими именами. Поэтому они дают разрешения бить вглубь территории России. Потому что боятся, что будет ядерная война. Но в итоге эти страхи будут преодолены, потому что, опять же, исторические примеры показывают, что такие авторитарные режимы, они не останавливаются сами по себе. Их можно остановить только силой и разрухой. И я уверен, что в итоге демократические страны, даже в результате разных проблем, приостановленных финансирования, как бы ни было, тяжело, но в первую очередь будет тяжело Украине. Будут жертвы и так далее. В итоге западный мир определится и развернет свои силы против Путина. И все эти события будут происходить в следующем году. В этом году будет тренд, в следующем году будет все разворачиваться. В конечном счете, поэтому я говорю следующее. Путину не до Казахстана. Путин не сможет военным путем помогать, как это было в 22-м году, нашему режиму. Мы заблокируем аэропорты. Описана детальная схема, каким образом мы блокируем аэропорты, как мы блокируем возможность перемещения военных сил. И мы говорим, что Путин не может справиться с Украиной. Ему нужно сейчас мобилизовать еще минимум 300 тысяч, чтобы он сформировал ту самую армию, которая могла бы функционировать и продвигаться дальше. Это ему очень сложно. Не говоря о том, что на это нужны экономические ресурсы. У него это будет, скажем, это ему будет сложно делать. Поэтому мы ставим задачу, чтобы максимум за год свалить режим в Казахстане. Потому что есть всеобщая ненависть к этому режиму. Есть, безусловно, страх. Но есть организующая сила. Нам нужны только финансовые ресурсы. Есть люди, которые готовы бороться открыто против этого режима. И мы работаем каждый день. Я провожу кучу эфиров. Мы создали штаб. Он был в свое время в Киеве. Сейчас он находится в Литве. Мы перевезли тех людей, кто представляет собой штаб, организующий силу. И наша задача максимум до конца следующего года свалить режим. Воспользоваться ситуацией, что будет очень серьезная международная обстановка, сложная для России. И не будет военной поддержки. Вот, собственно, на этом мы нацеливаемся в Казахстане. Понимаете? И еще я хочу сказать сразу. Мы, когда придем к власти, мы будем строить парламентскую республику без должности президента. Это вот образцы Запада, где нет должности президента. Потому что в наших странах, в любом случае, когда появляется президент, это в бывших постсоветских странах, к сожалению, наши люди еще по психологии плохо понимают, что такое демократическая страна. Они сразу центральную фигуру начинают его освещать. И все рычаги власти там натягиваются, человек начинает брендзеветь. Это в любой стране постсоветского, кроме Балтийских государств. Поэтому мы хотим построить парламентскую республику. И мы не позволим использовать нашу территорию, чтобы шли грузы из Китая, зеленые коридоры в сторону России. Будем все перекрывать, блокировать. Я считаю, что мы ничего не должны бояться. А это принцип суверенного государства. Мы будем проведить независимую суверенную политику и ориентировать будем свою политику на Европу и на США. Не на авторитарные страны и отсталые, а именно на ведущие европейские страны. И в этом смысле Украина объявила этот курс. Это будет наш тоже союзник во всех отношениях. То есть все, что будет в наших силах, возможно, мы будем помогать Украине, чтобы она выстояла, как бы ей тяжело не было. Спасибо вам огромное. Я желаю победы в Украине и не расслабляться. Спасибо большое. Друзья, я напоминаю, что нужно еще и на Унян подписаться и поставить лайк этому видео. Обязательно оставьте свои комментарии. Мне очень интересно их прочитать после нашего разговора с Мухтаром Аблязовым. И подписывайтесь на YouTube-канал Мухтара. Ссылку на него вы найдете в описании. До новых встреч, Мухтар. Спасибо вам огромное. До новых встреч, Мухтар. Субтитры сделал DimaTorzok